Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел видеоселекторную нараду по пытаниях уборочной кампании. По словам руководителя державы, в этом году огульный каравай в целом по краине должен скласти 9,5 млн тонн. Эта речка включает все культуры – рапс, зерневое, кукурузу и грешку. Правда, для достижения запланованного регионам необходимо унести коррективы в организацию работ. За ходом селекторной нарады сочли наши корреспонденты. Эта уборочная кампания выдалась непростой. Александр Лукашенко окресливает ситуацию на палетках. Необходно на часовой убирать зерневое и рапс, нарыхтовывать кормы и лен. Что тыжится непосредственно жнива, то, на думку керавника державы, его реально завершить за 20 дней. При этом с посылки на дождевое надворье не принимаются. Головное – организовать работу належным чином. Касается погода, с этого нельзя. Это наше спасение, то, что прошли вот эти дожди. Через день, полтора дня будет неимоверная жара, как обычно у нас бывает. Поэтому готовьте, подчищайте технику. Задача для всех регионов. Селетний урожай повинен скласти 9,5 миллионов тонн. С уликами зерневых, рапса, проса и кукурузы. У Гомельской области на сенье убрано 30% площадью. Намолучено 237 тысяч тонн сборжа. Приспрояльным надворье для завершения работ потребуется два тыдни. Хоть различуются в регионе не только нагытые культуры. Мы видим, что у нас есть проблемы с яровыми зерновыми. Мы увеличили посев кукурузы на сегодняшний день более чем на 15%. И увеличили посевы на зерно более чем на 50 тысяч. Мы видим, что за счет этой культуры мы можем получить дополнительный источник зерна. Потому что, Англордж, мы все делаем для того, чтобы сохранить урожай. Для этой цели, конечно, жестко принимаем меры для того, чтобы уменьшить потери. Есть бригады, которые сегодня контролируют. Конечно, прекрасно понимаем, что есть недоработки, которые мы обязаны устранять. На необходимость корректировки структуры посевных площадь у президент Беларуси еще развертае увагу подчас анализу выника уборки рабсу на Гомельшине. Средняя урожайность этой культуры меньше как 11 центнеров с гектара. Александр Лукашенко переконаны, что это ненормальная ситуация. Климат изменяется и это необходимо улишивать. Что мы будем возделывать в Гомельской области? Я понимаю, что у вас по суше было, чем у других. Слушайте, ну у вас что? Погода хуже была по температурным режимам, чем на любви Украины? Нет. И не везде в Украине черноземы. Но они получают как-то урожай и нормально живут. Еще раз подчеркиваю, начинайте, собирайте специалистов, председатель райисполкома и начинайте планировать, что и где вы будете сеять. А зима, яровые и так далее и тому подобное. Надо вовремя все делать. Климат изменился. Особенно на Брешчине и у вас. Особенно у вас. Еще одна тема, которая вздымается по часу видоселекторной нарады – кадры и строгое выполнение ими всех технологических потребов. У Беларуси есть приклады, калий на не самых лучших хлебах отримливают великие урожаи. До того же, с улеком изменения климата, нужно обратить внимание на укоренение новых культур и переглядеть подходы до работы с традиционными. От того же рабцу, например, на Гомельшине отмолваться не будут. В результате это кормовая база для живого годовли. Если же не сможем подобрать площадь для посева его в полной мере, а у нас стоит задача 60 тысяч, если мы не сможем подобрать данные площади, то мы, конечно, заменим эту культуру другой белковой культурой. Это зимая сурепица. Она менее прихотлива к погодным условиям, к почве, поэтому чуть меньше дает урожайность. Однако, если посмотреть по затратам, то намного меньше и затрат для данной культуры. Про увеличение посевов кукурузы на зерно мы уже не говорим. Это для нас, наверное, максимальный уровень. Поэтому нужно теперь работать над качеством посева, то есть соблюдать все технологические регламенты от посева до уборки данной культуры, от защиты, внесения минеральных удобрений, подкормок, для того, чтобы получить с одного гектара максимальный выход по зерну. До завершения массовых работ на Жневе от аграрного сектора потребуется максимальная отдача. До рушения керавникам региону утримать на контроле якость уборки и утримание техники. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель».